Есть развитость материальная, есть развитость нравственная, есть развитость духовная. Люди материально могут быть директорами заводов, но при этом в нравственном вопросах просто первый класс. И они могут в нравственных вопросах делать такие глупости, что кажется, что это невозможно. Развитость бывает в трех слоях жизни. Они абсолютно могут не пересекаться друг с другом. Допустим, человек может быть очень материально развитым и быть в высших слоях общества, находиться в материальном плане. Но в нравственном вопросе очень слабое развитие может быть. Вот смотрите, допустим, я вам говорю, а вы, пожалуйста, не мучайтесь и уходите с моей лекции. Да, вот вы не мучаетесь, уходите с моей лекции. Вы говорите, а я не мучаюсь, Илья Геннадьевич, я хочу послушать. Нет, нет, вы мучаетесь, уходите. Это насилие или нет? Но то же самое, он сейчас насилие такое же совершает. Разницы никакой нет. Смотрите, давайте изучим эту ситуацию. Есть очень важно понять, что понимание, что такое семья, является важным аспектом гуманизма вообще в целом. Понимаете, люди часто думают, что если они не решили, что они семья, значит семьи нет. Люди год прожили вместе, вот вместе прожили, это уже семья. Понимаете? Она постепенно, конечно, может быть и за полгода она сформировалась, но в среднем берем вот год, прожили вместе, это уже семья. Понимаете, эта семья означает, что сформировалась определенная связь между людьми, которая, если она нарушается, то дальше рушится жизнь и у одного и у другого. Тот, кто бросает, он получает потом ответную реакцию, то есть он в следующей семейной жизни, он будет получать последствия. Я глубоко изучаю эту тему, я говорю это на 100% так, то есть я много раз видел эти ситуации. Если человек, которого бросили, он как бы не прощает, то тоже ему потом будет тяжело создать семью. Его вина, конечно, меньше, но он все равно не удержал отношений, поэтому ему надо хотя бы простить. Вот, если человек... Садитесь, вы садитесь просто. Конечно, спросите, но вы садитесь, потому что когда вы стоите, вы не слушаете меня. Вам надо расслабиться и слушать. Если человек не изучает вот эту тему совести в отношении семейных, если он не понимает, что такое семья, тогда говорить о возможностях его сохранить семью бессмысленно, потому что он просто не понимает в этих вопросах элементарных вещей. Ну, допустим, как я могу сложить там три числа каких-то, если я не знаю, что такое сложение, если я не изучал этого. Точно так же в семье есть элементарные правила, принципы, которые надо знать. Если человек их не знает, то тогда он запутывается. Вот как произошла запутанность в этой ситуации? Всегда, когда люди живут вместе, у них накапливается трудность совместная, потому что жизнь человеческая предназначена для учебы. Мы все сначала наслаждаемся совместной жизнью, нам нравится это все быть рядом какое-то время. Потом это нравится заканчивается, потому что Бог сначала дает подарки людям, а потом испытания. Вот испытания начались, и так как он не знает, что начались испытания, он не изучал эту тему. Он не знает, что вот сейчас испытания, он как-то неосознанно хочет от этого убежать. Так как он хороший, честный человек, как вы правильно сказали, ваш сын, поэтому он не может просто так убежать. Ему нужен веский аргумент. Самый веский аргумент, что тебе это надо больше, чем мне, чтобы я разошелся с тобой. Понимаете? Но причина всего этого кроется в недостаточном нравственном развитии. Поэтому вам надо сейчас самой нравственно развиваться, потому что вы связаны с ним ниточкой незримой. Сначала вы развиваетесь, потом это развитие от вас передается так же, как нектар, аромат передается от одного цветка к другому. Он начнет тоже меняться рядом с вами. И эти изменения также коснутся его понимания личной жизни. Понимаете, я не знаю сейчас, смогу ли я своими словами сохранить этот брак. Я не знаю. Может быть, он через вас как-то меня услышит, или вы ему дадите часть этой лекции послушать. Я не знаю. Но так или иначе, я знаю точно, что они даны друг другу Богом. Они подходят друг другу. Они оба хорошие, образованные люди. У обоих есть замечательные качества. Ваши супруги, вашего мужа, у нее очень сильный разум. Она такой волевой, интеллектуальный человек, образованный. Ваш сын добрый человек. У него много хороших качеств с точки зрения отношений. То, что он считает себя ущербным в точке зрения деятельности, это тоже неправильно. У него просто идет сейчас плохой период, который закончится уже через 4-5 месяцев. И у него будет работа. Это временное явление. Просто оно длилось долго, порядка полутора лет. Но это временное явление. Оно закончится тоже. Причиной того, что он хочет разрушить семью, является непонимание. Он не знает, что трудности неизбежны для каждого. Они появились сейчас в его жизни, в личной. Думает, что надо жить без трудностей в семье. Что всегда должно быть только счастье. Это неправильное мышление. Оно должно быть закончено с помощью знаний. И тогда семья будет захоронена. 80% браков распадаются у нас в стране. Из-за этой причины в основном. Что люди считают, что если трудности возникли, значит мы, наверное, или несовместимы, не подходим друг для друга. Надо расставаться. Но до этого в прежней культуре такого мышления не было. У нас в России сохранялись семьи во время трудностей. Порицался развод очень сильно. Даже в социалистической культуре. Вам надо сейчас с ней установить очень добрые, близкие отношения. Она не хочет меня не видеть, не слышать. Пишите, пишите письма. Пишите письма, стучитесь. Есть. То есть еще дело вам не в судьбе, мне надо с ней найти контакт. Вот смотрите, в нашей жизни всегда дело только в нас. Вот допустим, у вас есть судьба, связанная с этой девушкой. И в ней, в этой судьбе есть три сферы. Первая сфера – ваше сердце. В вашем сердце уже все более-менее сделано. Вы должны по-доброму начать с ней относиться. Вы это сделали. Дальше вторая сфера жизни – это ваше отношение, как вы говорите, контакт. В молитве сначала вы устанавливаете этот контакт, а потом у вас появляется спокойствие и смелость в отношениях. Вы сможете установить этот контакт уже и вживую. И третья сфера вашей жизни связана с ней – это ее мнение по поводу вас. Оно поменяется. То есть вы одну стадию уже прошли, осталось две. То есть это просто вопрос молитвы и отношений с Богом. Постепенно все преодолевается. Первая сфера – в сердце, вторая сфера – в отношениях, третья – в ее понимании вас. Все это меняется постепенно. В результате труда души. Вы правы вдвойне, потому что вы имели право на эти слова. У вас есть отношение к сынам, он вам доверяет. Поэтому вы имели право это сказать. Часто люди говорят, не имея права. Потому что если мы в сердце не установили отношения с кем-то, мы не можем говорить. Это вызывает еще хуже реакцию. Поэтому можно только молиться за человека, но вы имеете такие отношения с сыном, что он вам доверяет. И поэтому вы должны так говорить сейчас. Вы должны сохранить его семью своими словами, своим общением с ним. Что касается девушки, то она в очень сильном боли сейчас находится в состоянии сильной боли. И надо ей, нужна помощь. Она хороший человек, надо ее сохранить в отношениях с вашим сыном. Потому что ваш сын, он такой человек, что он, когда обжигается, потом дальше принять кого-то в свою жизнь, ему очень и очень сложно. Я вижу, что если он бросит ее, то семья у него возникнет только через 6 лет. Следующий. Да. А вы не давайте ему бросить все. Не давайте бросить. Не давайте бросить. Сохраните эту семью. Вы же параллельно. Вы же такая же. Посмотрите на себя. Вы директивные очень. Вам положен такой ребенок по судьбе. Мягкий, добрый. И как бы такие мужчины обычно женятся на женщинах сильнее и старше. То есть это законоверно? Конечно. И через 6 лет он должен быть сильнее? Да. Если он разовьется, если он как личность, как мужчина разовьется, то ее, если его знак с женского минуса поменяется на плюс, тогда женщина будет минусом рядом с ним. Но эти перемены крайне сложны в психике человека. Человеку очень трудно менять свой знак, своего восприятия мира. Ну то есть это нормально, что они вот так вот соединены, потому что у него как бы женский стиль поведения, у него мужской. Но они поменяются, если будут развиваться нравственно. Надо просто ждать, любить друг друга.